Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим производство масс для мармелада, пата и фруктовых конфет. Кондитерские массы, способные к студнеобразованию, в зависимости от применяемого студнеобразующего сырья делятся на три основные группы. Первое. Изготовляемые с применением в качестве студнеобразователя пектиносодержащих фруктовых пюре, яблочное пюре для изготовления яблочных мармеладов, абрикосового и сливового в смеси с яблочным для изготовления патов и фруктово-желейных корпусов конфет. Второе. Изготавливаемые с добавлением студнеобразователей агара, агароида, агара из фурцелярии, пектина, для получения желейных мармеладов и некоторых корпусов конфет. Третье. Изготавливаемые с применением студнеобразователей, а обычно агара, одновременно с пектиносодержащим яблочным пюре. К таким изделиям относятся пастила, зефир, трехслойный мармелад и некоторые другие сорта мармелада и конфет. Для большинства этих изделий, как однослойных, так и многослойных, массы полностью или частично подвергаются сбиванию с пенообразователями. Массы для яблочного мармелада и пата. Производство массы для яблочного мармелада складывается из следующих этапов. Подготовка сырья, приготовление рецептурной смеси, добавление к яблочному пюре соле модификаторов, смешивание яблочного пюре с сахаром, уваривание рецептурной смеси, добавление вкусовых веществ и кислоты. Подготовка сырья. Сахар просеивается через сета с диаметром отверстий не более 3 мм. Для просеивания могут применяться плоские сотрясательные сета, а также просеиватели типа Пионер. Для удаления металлопримесей сахар пропускается через магнитные аппараты. Патока процеживается через сито с диаметром отверстий не более 2 мм. Яблочное пюре обычно неоднородно по качеству, имеет различное содержание сухих веществ, золы, пектина, кислоты и соответственно различную студнеобразующую способность. Для нормального режима работы необходимо получить по возможности однородную по качеству, в первую очередь по способности к студнеобразованию пюре. Это достигается составлением смеси из пюре различных партий. Смешиванием, купажированием пюре, обладающего большей желирующей способностью, с пюре слабо желирующим, а также кислого пюре с менее кислым. Рецептура смеси составляется на основе анализов химической лаборатории. Смесь яблочного пюре готовят не меньше, чем на одну смену. Смешивание пюре проводится в специальных смесителей из нержавеющей стали с мешалками. Готовая смесь поступает на контрольную протирку. Это необходимо для удаления случайных примесей, а также для получения более тонкого пюре, более высокой дисперсности. Такое пюре легче смешивается с сахаром, позволяет получить мармеладный студень лучшей структуры. Протирка производится на протирочной машине с диаметром отверстий сетки не более 1 миллиметра. Протертое пюре перекачивается шестеренным насосом в рецептурный смеситель. Приготовление рецептурной смеси. В целях управления сложными процессами студнеобразования, для получения яблочной мармеладной массы с желаемыми свойствами и для сокращения длительности цикла производства, предложили применять при выработке яблочного мармелада соли-модификаторы, представляющие собой натриевые соли органических или других неорганических кислот. Лактат натрия, натрий C3H5O3 или цитрат натрия, натрий C6H5O7 или тартрат натрия, натрий 2C4H4O6 или дифосфат натрия, натрий 2HPO4. Соли модификаторы вводят в яблочное пюре до добавления сахара. Для того, чтобы не допустить образование внутренней структуры, то есть объединение пектиновых молекул в студневый каркас. Процесс, который начинает развиваться сразу же после добавления сахара. Введение солей-модификаторов в пектино-сахарные растворы или в смеси яблочного пюре с сахаром делает пектиновые молекулы в яблочно-сахарной смеси более агрегативно устойчивыми. Это воздействие солей-модификаторов позволяет 1. Вывести процесс смешивания яблочного пюре с сахаром в отдельные рецепторные помещения и заготавливать яблочно-сахарные смеси без опасения их преждевременного студнеобразования на целые смены. Так как при работе без применения солей яблочно-сахарные смеси необходимо было готовить в варочных цехах непосредственно в варочных котлах или около них. 2. Перекачивать яблочно-сахарные смеси насосом на большие расстояния. 3. Уваривать яблочно-сахарные смеси до желаемой остаточной влажности, то есть до желаемого содержания сухих веществ в массах, прежде уваривали до 60-61%, а применяя соли уваривают до 72-73% сухих веществ. 4. Получать мармеладные массы с желаемой скоростью студнеобразования введением различного количества солей. Необходимо учитывать, что введение кислоты при подкислении мармеладной массы в значительной мере снимает действие модифицирующих солей, то есть резко ускоряет процесс студнеобразования. На практике дозировка лактата натрия для получения мармеладной массы с содержанием сухих веществ в 70% с длительностью студнеобразования 25 минут определяется в зависимости от кислотности яблочного пюре следующим образом. 5. Сократить длительность технологического процесса приготовления мармелада с 40 до 6-7 часов вследствие того, что при применении солей основное удаление влаги ведется при уваривании, то есть при приготовлении мармеладной массы, а не при сушке, что весьма целесообразно, так как при уваривании не структурированной массы влага удаляется легко, время удаления исчисляется минутами, а удаление влаги из сформированного студнеобразного мармелада происходит с большим трудом и длится десятки часов. Вторым ценным свойством солей модификаторов является буферность, то есть способность снижать скорость гидролитических расщеплений, нарастание редуцирующих веществ, гидролизпектиновых и других веществ. Мармеладный студень получается из растворов, в которых содержится определенное количество пектина, сахара и кислоты. В производстве возможны различные соотношения этих компонентов. Для образования студня необходимо, чтобы в уваренной смеси было от 0,8% до 1,2% пектина, 0,8% кислоты в пересчете на яблочную и 65-70% сахара. Желирующее яблочное пюре содержит примерно 1-1,2% пектина, 0,6% кислоты в пересчете на яблочную, 6-10% сахара и около 88-90% воды. Пектина и кислоты в пюре вполне достаточно для образования мармеладного студня, тогда как сахара не хватает, а воды – излишек. Поэтому в процессе производства к яблочному пюре добавляется сахар. Обычно в соотношении 0,9 – одна целая часть сахара на одну часть пюре. При загрузке 100 частей пюре и 100 частей сахара и содержание пектина и кислоты в пюре по 1%, содержание пектина в рецептурной смеси составит 0,5%, содержание кислоты 0,5%. Этого количества пектина и кислоты недостаточно, но при уваривании смеси содержание пектина и кислоты в мармеладной массе возрастает и оказывается обычно достаточным для получения массы, способной образовать студень. Поддержите автора канала в его работе. Отправьте донат. Подпишитесь на Boosty.to. В зависимости от содержания пектина в пюре и его качества, соотношение пюре и сахара может колебаться. На одну часть пюре добавляют 0,8, а 1,1 частей сахара. Указанное соотношение зависит не только от содержания пектина в пюре, но и от качества пектина и количества кислоты. Некоторое влияние на рецептуру оказывает содержание в пюре дубильных веществ, залы и других веществ. Обычно наряду с определением содержания пектина в пюре делают в лаборатории мармеладную пробу и на основании этого устанавливают рецептуру. Приготовление рецептурной смеси производится в смесителях из нержавеющей стали с механической мешалкой, вместимостью не менее чем на трехчасовой расход рецептурной смеси. Например, купажированное пюре колловратным насосом подается в смеситель, добавляется 40% раствор лактата натрия в количестве от 4 до 5% к массе смеси, а затем туда же подается сахар-песок, взвешенный на автовесах. При уваривании рецептурной смеси в вакуум аппаратах, то есть при пониженных температурах, добавляется инвертный сироп в количестве от 5 до 10% к массе сахара. Рецептурная смесь перемешивается в смесителе и подается насосами к сборникам, находящимся у варочных аппаратов. В рецептурную смесь добавляется около 3% патоки. Патока способствует образованию хрустящей корочки на поверхности мармелада и делает корочку более тонкой, предотвращая ее от грубого засахаривания. Уваривание рецептурной смеси. Рецептурную смесь уваривают в различной варочной аппаратуре, в змеевиковых аппаратах непрерывного действия, в вакуум аппаратах периодического действия, в сферических аппаратах или в универсальных варочных вакуум аппаратах. Змеевиковый варочный аппарат состоит из стального корпуса варочной колонки, внутри которого расположен медный змеевик. Внутрь цилиндра подается пар давлением 300-400 кП, рецептурная смесь с содержанием сухих веществ 50-55%. Плунжерным насосом непрерывно подается в змеевик в варочной колонке, где происходит нагревание. Масса с температурой 106-107 градусов Цельсия из змеевика попадает в пароотделитель, где происходит отделение вторичного пара. Уваривание. Уваренная масса, приготовленная без лактата натрия имеет содержание сухих веществ 60-62% с лактатом натрия 68-74%. Подробно устройство и принцип действий змеевиковых варочных аппаратов и их расчет представлен нами в отдельном видео. Для уваривания мармеладной массы применяются также и сферические аппараты периодического действия с мешалкой или без мешалки. Их полезная вместимость не должна превышать 150 литров. Уваривание в них производят при давлении греющего пара от 300 до 400 кПа и остаточном давлении 35-40 кПа. Универсальный вакуум варочный аппарат состоит из двух котлов расположенных один над другим. Верхний котел снабжен мешалкой и паровой рубашкой. В нижней части котла имеется отверстие соединяющее верхний котел с нижним и закрывающиеся клапаном. Нижний котел не имеет парового обогрева и соединен с конденсационной установкой. Рецепторную смесь загружают в верхний котел и уваривают в течение 6-8 минут. При давлении пара от 400 до 500 кПа и непрерывном перемешивании до содержания сухих веществ 67-69%. А затем открывают клапан и перепускают массу в нижний котел. При разрежении масса дополнительно концентрируется. Продолжительность уваривания зависит от величины загрузки рецептурной смеси и ее влажности. Заданной конечной влажности готовой массы и типа варочной аппаратуры. При уваривании в вакуум аппаратах периодического действия и загрузке сырья в количестве около 160 кг, время уваривания составляет в среднем без введения солей 10-12 минут, конечная влажность 40%, а с введением солей модификаторов 15-20 минут с конечной влажностью 28-30%. Добавление вкусовых веществ и кислоты. Готовые мармеладные массы из котла пароотделителя непрерывно действующего змеевикового аппарата самотеком поступают в емкости, снабженные мешалками, устанавленные обычно над воронкой мармелада разливочной машины. В этих емкостях в массы вводят вкусовые добавки, припасы, эссенции, красители, кислоты. Кислота добавляется последней. При применении солей модификаторов, когда массы увариваются до большего содержания сухих веществ, подкисление играет особую роль в управлении процессами студнеобразования. С добавлением кислоты резко снижается действие солей, их способность сдерживать скорость сцепления молекул пектина в студневый каркас. С учетом количества вводимой соли подкислением, проверяя PH, можно вызвать начало студнеобразования с желаемой скоростью. С введением кислоты в раствор пектин-сахар понижается PH среды, что снижает растворимость пектина и ускоряет студнеобразование. Растворимость пектина снижается по двум причинам. Первое. Высвобождаются карбоксильные группы, у которых водород замещен металлами. Второе. В результате введения более диссоциированной кислоты повышается содержание свободных ионов водорода, заряженных положительно, отрицательная зарядность пектиновых растворов понижается, начинается желирование. Поэтому кислоту вводят только перед самой отливкой. Напомню, что на канале есть два видео, посвященные студнеобразователям и студнеобразованию, в которых мы подробно с химическими формулами рассматривали эти вопросы. Готовность сваренной массы определяется по содержанию сухих веществ с помощью рефрактометра, а также пробы на так называемую садку. Путем разлива небольшого количества массы в ячейке мармеладной формы. На скорость образования желе и его качество на ощупь. Периодически качество мармеладных масс проверяется цеховой лабораторией. Готовая мармеладная масса содержит 70-73% сухих веществ и 13-17% редуцирующих веществ. Рецептурная смесь для пластового мармелада приготовляется аналогично приготовлению яблочного формового мармелада путем уваривания яблочного пюре с сахаром и введения солей-модификаторов. При изготовлении фруктово-ягодного, как формового, так и пластового мармелада. Часть яблочного пюре до 30% заменяется другими фруктовыми пюре. Сливовым, абрикосовым, кизиловым, клюквенным, рябиновым и так далее. Массы для пластовых мармеладов увариваются до содержания сухих веществ 68-70%. В отличие от масс для формового яблочного мармелада они увариваются без добавления патоки. Не подмешиваются красители и не ароматизируются эссенциями. Уваренные массы без охлаждения поступают на формование. Приготовление масс для пата. Рецептурная смесь массы для пата приготовляется в основном из абрикосового и из сливового пюре. Пюре из косточковых плодов, в отличие от яблочного, образуют студни с сахаром лишь при влажности около 18%, то есть при содержании сухих веществ 82%. Такие массы именуются патовыми. От мармеладных студней они отличаются в первую очередь тем, что не выбираются из жестких форм. Они более эластичные, более вязкие, более липкие. И с трудом разрезаются ножом и не ломаются. Соотношение пюре и сахара в рецептуре пата берется из расчета 1 часть пюре на 1,2-1,3 части сахара. В зависимости от желирующих свойств пюре. Уваривание масс для пата производят в универсальном варочном вакуум аппарате или змеевиковой варочной колонке. Процесс должен проходить быстро, поэтому давление пара должно быть 400-500 кПа, конечная температура уваривания 110-112 градусов Цельсия. В процессе уваривания массы происходит значительное нарастание содержания инвертного сахара, поэтому патока не добавляется. Для предотвращения этого, а также при значительной замене абрикосового пюре яблочным, также как и при варке яблочного мармелада, добавляется лактат натрия. Готовность массы определяется по содержанию сухих веществ с помощью рефрактометра и пробой на пат. Готовые массы имеют 81-84 процента сухих веществ. Проба на пат заключается в выливании порции масса на мраморную или керамическую плиту. Готовая масса должна быстро давать студни в виде лепешек, хорошо отделяющихся от поверхности плиты. Массы для желейного мармелада. Они приготавливаются увариванием раствора сахара с добавлением желирующих веществ – агара, агароиды, пектины, модифицированного крахмала. Кроме того, в рецептурную смесь вводят патоку, пищевые кислоты, фруктово-ягодные припасы, синтетические ароматические вещества и красители. В отличие от массы для яблочного мармелада эта масса готовится с высоким содержанием патоки до 50 процентов к массе сахара. Иначе желейный мармелад мутнеет из-за засахаривания. Массу для формового желейного мармелада получают следующим образом. Воздушно-сухой агар или агароид предварительно замачивают для набухания и промывания в ваннах. Агар в виде крупки. В марлевых мешочках погружают в ванны с проточной водой. Замочка ведется в течение трех часов и более, в зависимости от качества агара. Агароид замачивают и промывают около часа. В процессе замочки происходит набухание. Также извлекаются красящие и пахучие вещества. Замоченный агар или агароид загружается в варочный котел или растворяется в воде. Затем сюда добавляется сахар и патока. Патока добавляется в конце или после варки. Введение сахара до растворения агара недопустимо из-за резкого снижения растворимости агара в сахарном сиропе. Агаро-сахарный раствор фильтруют и уваривают в сферических вакуум аппаратах, универсальных варочных вакуум аппаратах или змеевиковых аппаратах непрерывного действия до содержания сухих веществ 73-74%. Уваренный сироп перекачивается в темперирующую машину при непрерывном перемешивании охлаждается до температуры 50-56 градусов Цельсия. В конце охлаждения добавляются согласно рецептурам разведенные красители, лимонная кислота, эссенция, пюре и припасы. После тщательного перемешивания всех добавок масса перекачивается в воронку отливочной машины. При изготовлении массы для желейного мармелада на агароиде технологический процесс имеет некоторые особенности, которые связаны со свойствами агароида. Для изготовления агароидного сиропа обычно, ввиду его лучшей растворимости по сравнению с агаром, вначале растворяют сахар, а затем добавляют в раствор замоченный агароид. Для предотвращения гидролиза агароида и сохранения его желирующей способности вводят солемодификаторы. Динатрий фосфат или лактат натрия. В количестве около полупроцента к массе сиропа. Содержание сухих веществ у варенного сиропа должно быть 73-74%, так же как и для сиропа на агаре. У варенный сироп на агароиде охлаждают до более высокой температуры 70-72 градуса Цельсия по сравнению с сиропом на агаре. После чего добавляют ароматические вещества и кислоту, так как температура желирования агароидосахарного сиропа около 60 градусов Цельсия, а не 38-40 градусов Цельсия, как у агара сахарного сиропа. Некоторые сорта желейного мармелада вырабатываются с применением модифицированного крахмала в качестве студнеобразователя. Приготовление желейных масс на модифицированном крахмале имеет много общего с получением желейных масс на агаре и агароиде. Следует применять модифицированный жидкокипящий крахмал надолежащего качества. Прочность крахмально-сахарного студня должна быть не ниже тысячи по прибору Валента. Относительная вязкость этого раствора не ниже 3 паскальсекунда. Дозировка крахмала в пределах 10-12% в зависимости от сорта изделий. Сахар, песок, модифицированный крахмал, патуку или инвертный сироп загружают в открытый варочный котел или в вакуум аппарат с механической мешалкой. Добавляют воду в 10-12 кратном количестве по отношению к крахмалу и уваривают при давлении пара 150-200 паскаль. И постоянном перемешивании до содержания сухих веществ 65%. Затем добавляют фруктовое пюре и продолжают уваривание до содержания сухих веществ 72-73%. Сваренную желейную массу перекачивают через фильтр в сборник, снабжённого мешалкой. Добавляют краситель, эссенцию, лимонную кислоту, тщательно перемешивают. Температура массы после разделки при формовании не ниже 82 градусов Цельсия. Мармелад, фруктовое желе в виде фигур различной формы, обсыпанных сахарным песком, имеет такие основные компоненты в рецептуре. Модифицированный крахмал, сахар, песок, патока, яблочное пюре. Влажность изделий 21%, при этом допускается колебание влажности плюс 3% минус 1%. У следующих двух перечисленных мармеладов влажность будет такая же. Не будем повторяться. Мармелад желе детское готовят также как и фруктовое желе, но не добавляют ни фруктового пюре, ни красителей и эссенций. Вносят лишь фруктово-ягодные припасы. Мармелад радуга вырабатывают из желейной массы и отливают в лотки в три слоя. Средний сбивной слой приготовляют взбиванием желейной массы с яичным белком. После выстойки пласты разрезают на прямоугольные кусочки, а обсыпают их сахарным песком. Массы для фруктового желейных конфет. Фруктово-желейные конфетные массы изготавливаются на основе студнеобразующего абрикосового пюре часто с добавлением сливовых из венгерки, алычи, рен-клода и других пюре из косточковых плодов, а также яблочного пюре. Абрикосовое пюре, как указывалось, и многие другие пюре из косточковых плодов образуют студни, отличающихся от яблочных как по рецептуре их изготовления, соотношению пюре и сахара и по содержанию сухих веществ в студне 80-82%, тогда как у яблочного без добавления солей 60-62%. Характерной особенностью этих студней является то, что они не выбираются из жестких форм, поэтому конфетные массы разливаются в ячейки из крахмала, реже из сахара или сахарной пудры или сахароглицериновые формы. Абрикосовое и другие пюре из косточковых плодов имеют меньшую вязкость по сравнению с яблочным пюре. Введение яблочного пюре в рецептуры конфетных масс обычно имеет целью повышения вязкости. Для образования оптимальных по структуре и свойствам конфетных студней требуется определенное соотношение основных компонентов надлежащего качества – пектина, сахара, кислоты. Желирующая способность абрикосового или иного аналогичного пюре колеблется в значительных пределах в зависимости от сорта, зрелости, качества абрикосов, способы их переработки и условий хранения пюре. При наличии нескольких партий пюре с разной желирующей способностью их купажируют на основании пробных лабораторных варок. Соотношение между пюре и сахаром в рецептуре конфетных масс должно быть таким, чтобы масса давала студень с нормальной для данных изделий прочностью – не ниже 800 по прибору Валента. Конфетная масса для правильного желеобразования должна иметь PH около 3 – 3,5. Слишком большое содержание кислоты в конфетной массе не только ухудшает вкусовые свойства готовых изделий, но и ведет к образованию очень больших количеств фруктозы при варке, вследствие чего повышается гигроскопичность изделий. При недостаточной кислотности пюре фруктовая масса не может хорошо желировать. Количество добавляемой кислоты меняется в зависимости от кислотности пюре. Опыт показывает, что при хорошем качестве абрикосового пюре из массы влажностью 20-22% получаются корпуса конфет с прочностью, достаточные для дальнейшей технологической обработки, обдувки, глазирования и т.д. Поэтому уваривание до содержания сухих веществ в более 82% можно применять только при употреблении слабо желирующего пюре. Но эти массы образуют корпуса конфет с очень большой вязкостью с затяжестой консистенцией. Оптимальная прочность нормального конфетного студня обычно достигается при содержании сухих веществ 78-80%. В рецептуры конфетных масс кроме сахара и пюре вводят следующие добавки. Улучшающие вкус изделий или придающие им разнообразие. Фруктовые ягодные припасы, подварки, эссенции, вино, спирт и т.п. Во многие рецептуры вводится кислота, при недостаточной кислотности смеси пюре. Иногда фруктовую массу подкрашивают. Патоку в массу вводят лишь в редких случаях, так как фруктовые массы не подвержены засахариванию вследствие значительного содержания в них редуцирующих сахаров. В конфетные фруктовые массы разрешается вводить солемодификаторы. Экспериментальные данные и многолетняя практика производства фруктовых конфетных масс с применением солемодификаторов показывает, что метод имеет ряд особенностей. При введении солемодификаторов лактата натрия в рецептурную смесь из хорошо желирующего абрикосового пюре и сахара прочность получаемого 100 дня оказывается ниже, чем без добавления соли. Это снижение меньше при более низкой дозировке сахара. У слабо желирующего абрикосового пюре такого снижения почти не наблюдается. При применении смеси яблочного и абрикосового пюре преобладает влияние лактата натрия на яблочное пюре. Прочность студни в этом случае повышается. Эластичные свойства студни как из яблочного, так и из абрикосового пюре при введении лактата натрия возрастают, понижается эластичный упругий модуль Е2. Ранее в рецептурах фруктовых конфет как основное сырье применялось абрикосовое пюре. Его дозировка была меньше чем сахара около 85-75%, иногда меньше 50% от массы сахара. Яблочное пюре или совсем не добавлялось или его убрали лишь около 10% от массы абрикосового лишь для повышения вязкости. В случае использования слабо желирующего абрикосового пюре влияние лактата натрия на эластичные свойства массы становится слабо заметным. Пластические свойства студни при введении лактата натрия как правило уменьшаются даже при слабо желирующем пюре. Увеличивается прочность студня, при этом повышаются эластические свойства студней. То есть студни приближаются по эластичности к типичным конфетным студням, приготовленным из хорошо желирующего абрикосового пюре с сахаром. Введение в рецептурной смеси солей-модификаторов при изготовлении конфетных масс позволяет применять слабо желирующее абрикосовое пюре, заменяя значительную его часть 50% с желирующим яблочным пюре, так как при этом повышается растворимость яблочного пектина и студнеобразование сдвигается в область более низких температур. У яблочного пюре с сахаром при добавлении лактата натрия температура студнеобразования снижается с 95 до 65-70 градусов Цельсия, что соответствует температуре студнеобразования абрикосового пюре с сахаром. Добавление солей-модификаторов благодаря их буферному свойству сдерживает скорость нарастания редуцирующих сахаров в процессе уваривания. Оба этих свойства солей позволяют проводить уваривание конфетных масс в вакуум-аппаратах, то есть при пониженных температурах, что значительно улучшает качество, цвет аромат и содержание инвертного сахара. Количество добавляемого лактата натрия или других солей-модификаторов зависит. 1. От кислотности применяемого пюре. Чем больше кислотность, тем больше добавляют соли. Прямая зависимость. 2. От задаваемой конечной влажности готовой массы. Обратная зависимость. 3. От требуемой длительности студнеобразования. Чем короче задаваемая продолжительность студнеобразования, тем меньше надо вводить соли. Прямая зависимость. Дозировка лактата натрия при приготовлении фруктовой конфетной массы с содержанием сухих веществ 79-82% и длительностью студнеобразования 10-15 минут представлена в таблице на экране. Для приготовления фруктовых конфетных масс яблочное и другие фруктовые пюре проверяют на содержание сухих веществ рефрактометром и на кислотность тетрованием. Абрикосовое и яблочное пюре проверяются на желирующую способность. Если в пюре содержится содержание сухих веществ выше 10%, то доза сахара соответственно увеличивается. Пюре подвергают вторичной протирке. В него вносят лактат натрия, затем сахар, песок или сахарный сироп. Перемешивают и уваривают. На практике уваривание фруктовых конфетных масс проводят в различной варочной аппаратуре. В непрерывно действующих змеевиковых аппаратах и довольно часто в аппаратуре периодического действия в открытых котлах и в вакуум аппаратах. При уваривании в открытых котлах с паровым обогревом рабочей вместимостью около 120 кг, оборудованных механическими мешалками с частотой вращения 20-30 оборотов в минуту при давлении пара 400-500 кПа, уваривание длится при работе с сахаром-песком, не с сиропом, около 45 минут. За 10-15 минут до окончания варки при влажности массы около 22-23% добавляется подварка. При уваривании в вакуум аппаратах подварка вносится засасыванием. Далее, уваривание продолжают до содержания в массе сухих веществ 79-82%, что соответствует температуре кипения 108-110 градусов Цельсия. По окончании варки готовность определяется рефрактометром. В горячую массу при выключенном пюре вносят красители, эссенции и кислоту. Кислота добавляется последней. Количество добавляемой кислоты рассчитывается с учетом кислотности введенного сырья, так, чтобы в готовой массе получить определенную заданную кислотность. Оптимальная кислотность многих фруктовых конфетных масс, выраженная в лимонной кислоте 0,9-1%, доза лактата натрия в этом случае 0,55-0,60%, к выходу массы. Контроль производства. Цеховые лаборатории осуществляют лабораторный контроль поступающего в цех сырья и полуфабрикатов по ходу технологического процесса. Проверенное на соответствие стандартам сырье дополнительно проверяется при поступлении его в цех. Сахар-песок проверяется на вкус, запах, отсутствие посторонних примесей. Для этого растворяют небольшое количество сахара песка в двойном количестве воды и наблюдают, не образуется ли осадка, нет ли постороннего запаха и привкуса. Патока проверяется на вкус, запах, цвет, чистоту, а также на содержание сухих веществ рефрактометром. Фруктово-ягодные пюре и пульпы проверяются органолептически после десульфитации на вкус, запах, отсутствие песка, других посторонних примесей. На содержание сухих веществ рефрактометром, кислотность тетрованием щелочью, желирующую способность в яблочном абрикосовом или другом пюре увариванием с сахаром яблочного пюре в соотношении 100 к 100 граммам до получения 165 граммов с последующим после 25-минутной выстойки определением прочности получившегося студня на приборе Валента. Прочность должна быть не ниже 300, а для абрикосового пюре увариванием с сахаром в соотношении 1 к 1,25 до температуры кипения абрикосово-сахарной массы 108-112 градусов Цельсия с последующим определением после получасовой выстойки качество студня отлитого на мраморную доску. Агар, агароид, фурцеллоран, пектин, модифицированный крахмал проверяются на желирующую способность увариванием с сахаром и последующим определением качества получаемых студней на приборе Валента. Яблочное абрикосовое пюре после купажирования еще раз проверяются на выше указанные показатели качества. Уваренные мармеладные конфетные массы анализируются в цеховой лаборатории не реже 3-4 раз в смену. В них определяют содержание сухих веществ рефрактометром, кислотность, тетрованием, щелочью, редуцирующие вещества феррицианидным или другим методом, а также качество образующихся после охлаждения студней. В этом видео мы с вами рассмотрели массы для мармелада, пата и фруктовых конфет. Благодарю вас за внимание! Подпишитесь на канал, поставьте лайк, поставьте колокольчик уведомления, а в колокольчике все уведомления. Как только следующее видео появится на канале, вы получите уведомления. На этом я с вами прощаюсь, желаю успехов и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok